Психотерапия Здравствуйте! Это программа «Наедине с собой». И я, ее автор и ведущая, рязанский психолог, арт-терапевт Анастасия Калинченко. Это программа о тех, кто лечит душу, о том, как устроена психологическая помощь в Рязани, о том, с какими проблемами психологическими чаще всего сталкиваются рязанцы и о том, как они могут себе помочь. На эти и другие темы сегодня мы поговорим с Марией Сергеевой. Мария – клинический психолог, семейный психолог, специалист по детско-родительским отношениям. Маш, у меня прям первый вопрос. Семейный психолог – это как? Раньше было понятие «семейный доктор», то есть врач, который вел всю семью. И он был разносторонним таким специалистом, наблюдал и детей, и родителей, и бабушек, и дедушек. А семейный психолог – это как? Ну, примерно так же. То есть это тоже про всю семью, и это про разносторонность. То есть здесь человек должен понимать и детскую психологию, и взрослую психологию, и супружеские отношения, и особенности коммуникации внутри семьи, правила, границы и так далее. А к тебе приходят все с семьей на консультацию, например? Или по отдельности с каждым? Как чаще всего? Я рекомендую, если обращаются заранее, записываются, я рекомендую сначала прийти на первичную бесплатную консультацию, которая длится где-то полчаса, одним родителям. Для того, чтобы вообще рассказать о проблеме. Потому что когда они про это рассказывают, бывает часто, что то, как они видят эту проблему, она, в общем-то, совсем является другой. Здесь разные варианты. Здесь бывает, что приходится перенаправить вообще к психиатру, это не мой профиль, да? Там уже какие-то серьёзные проблемы. Либо это вообще не про ребёнка, а про родителей. Ну, то есть очень часто бывает, что сам запрос несколько отличается от того, как изначально видят родители. А после этого мы уже решаем, если это по поводу ребёнка, то ребёнка на диагностику. На диагностике ребёнок без родителей, конечно, потому что он больше раскрывается, он расслаблен, он не косится там, а что скажет мама сейчас, там, да, ещё что-то. Как-то более себя естественно и ведёт, и смелее. А после этого обязательно консультация для родителей по результатам диагностики. И тогда мы уже решаем на консультации, что нам делать дальше. С кем мы дальше работаем? Работаем с ребёнком, с родителями. Бывает, хватает просто консультации, смотря какой уровень сложности. Я знаю, что ты художник. И художник с образованием, и очень талантливый художник. Как так получилось, что ты ушла в психологию? Ну, я бы не сказала, что я ушла. То есть, если я художник, я ему и остаюсь. Никто не мешает заниматься и художественной деятельностью. Я ей посвятила достаточно большую часть жизни. И рисовала и на заказ картины, и расписывала вазы. Много этим занималась. Поняла, что я не могу быть в этой сфере в виде работы. То есть, когда нужно, брать и делать. Потому что для меня это процесс такой вдохновения. И мне хочется писать, заниматься творчеством, когда мне хочется. То есть, для меня это скорее способ восстановления ресурсов и силы. Поэтому я этим занимаюсь. Но когда у меня есть необходимость, это в одиночестве, это дома или по сезону на природе. Но когда мне хочется. А не когда это надо. Вообще не люблю слово «надо». Ну, надо, да. Да, это надо идти на работу. Заказчик ждёт заказ. Да, заказчик сначала так сказал переделать. Потом переделаешь, приходит, ему надо по-другому ещё. Ну, то есть, это всё время... Бывает, что ресурс уже заканчивается. Или, да, уже как бы не хочется делать, а приходится. И для меня рисование – это не про это. Тогда вопрос, который меня очень интересует, про арт-терапию. Да, как бы... Почему тогда не арт-терапия как специализация? Потому что это опять это про работу. И это получается тогда не я там занимаюсь творчеством, а я управляю процессом, в котором люди занимаются творчеством. И потом, арт-терапия, она есть в каком-то проценте, как и любой вид, не вид, а метод психологии. Он присутствует в моей работе, арт-терапия. Но как один из способов работы с каким-то там симптомом. Этот инструмент, он есть наряду с другими. И я его использую в зависимости от того, кто ко мне пришёл. Если человек выбирает этот способ проработки какого-то запроса, то мы идём этим путём. Я бывает, что, когда приходит клиент, я предлагаю различные варианты. Я говорю, что вы хотите, да, как мы с этим сегодня поработаем. Метафорические карты, порисуем, телесно-ориентированная терапия, а может быть, в песочницу. Поэтому мне сложно заниматься каким-то одним видом. Я скорее исследователь. И мне нравится изучать разные подходы и методы работы с какой-то проблемой. Я это комбинирую, миксую, а чаще создаю уже своё. У меня уже давно свои авторские методы есть. А что для тебя самое сложное в работе психолога именно? Работа с детьми, но не в плане взаимодействия с детьми самими. Это потрясающая работа, она очень ресурсная. Я очень люблю непосредственно терапию с ребёнком. Неважно, какого возраста. Это маленький, если песочная терапия, или это уже подросток. Здесь сложность в том, что очень сложно бывает достучаться до родителей для того, чтобы они осознали важность доведения терапии до конца. Не срывали. Потому что, да, когда приходит ребёнок, он пришёл раз, два. Например, подросток. Сейчас много подростков с такой, да, с подростковой депрессией. Многие наносят себе порезы различные. Сейчас это как-то модно, наверное. Мне кажется, в наше время такого не было. Родители привели раз, да, привели два. Ребёнок повеселел, ему стало получше. И родители... Ну, чаще-то какая-то мы там заболели, вам позвоним, ещё что-то. То есть, в общем-то, контракт, он есть словесный, да, изначально. Что мы разговариваем, и на консультации обязательно я говорю про то, что завершающие сессии вообще самые важные, про то, что мы обязательно должны сформировать эту опору, дойти до конца, а не просто снять вот эту, да, симптоматику, и чтобы стало ребёнку чуть полегче. Потому что какая-то опять сложная ситуация, особенно если это касается буллинга, ещё чего-то, то ребёнок опять, ну, ему станет плохо или даже хуже. Почему? Ну, потому что он перестанет доверять. Ну, получается, здесь вроде, да, чуть-чуть его подняли, а потом... Ну, то есть, такой вот здесь замкнутый круг. Как думаешь, а в чём причина, что родители не доводят до конца? Мне кажется, вообще у большинства взрослых людей есть стереотипы по поводу того, что мы так жили ничего, и похуже было в наше время, и там сложнее мы жили, и вообще там, не знаю, послевоенные годы, и что надо терпеть, ещё что-то. Ну, в современной реалии несколько другие, и сейчас очень много и литературы. Сейчас есть интернет, где подростки развиваются, читают очень многие психологическую литературу, очень многие приходят на... Ко мне, когда попадают в терапию, они знают терминологию, они говорят про созависимые отношения, они знают очень много слов психологических, абьюзер. Подростки уже понимают, что это не норма. А так как они не могут прийти сами в терапию, ну, у них нет возможностей заплатить, и, в общем-то, это нарушение закона, да, специалист их не примет без согласия родителей, то получается здесь вот этот грустный момент, и это очень сложно. Психотерапия, простыми словами, что это? Я сейчас говорю о психологической помощи, не медицинской. Да, не медицинской. Потому что медицинская, это понятно, что это лечение препаратами, да, какими-то? Ну, про психологическую. А психологическая помощь, простыми словами, для меня это восстановление базовых настроек. Ага. Данных нам от рождения, потому что сначала любой человек, когда рождается, с ним всё в порядке. С ним всё окей. С ним всё окей, он знает, чего он хочет, как-то это проявляет маленький ребёнок, у него все эмоции, все на лице, он злится, аж весь покраснеет там, да, хохочет. То есть нет у него социальных масок, он не умеет держать лицо, которое потом формируется в процессе воспитания. Вот это сдержанность, скованность, прятать своё мнение, что-то закрываться. И, в общем-то, не бывает, да, поломанных от рождения детей. Мы сейчас не говорим о патологии, о каких-то там, да, повреждениях родовых, ещё чего-то. В общем-то, ребёнок ломается в процессе воспитания, когда родители передают какие-то установки, какую-то свою наследственность, да, ребёнку, ну, опять же, деструктивные семьи, мы говорим и про зависимые семьи, авторитарные семьи какие-то жёсткие, да, где порядки. Всё это накладывает отпечаток. Как слой за слоем, да. Слой за слоем, да. Да, и поэтому вот когда ты говоришь про то, что что-то там до взрослых застучаться, там очень много слоёв уже. Потому что взрослый человек, он уже не такой гибкий. С подростками работа действительно очень быстрая и эффективная. В общем-то, прям буквально за несколько встреч, вот когда доводят до конца, когда родители такие осознанные достаточно, то прям это здорово. Это здорово, потому что меняется же не только подросток, ещё и консультации всё равно с родителями. Часто мама остается в терапию. Или если там просупружеские отношения, которые как раз провоцируют какое-то состояние у ребёнка, когда дома конфликт между супругами, тоже же дети бывают. Влияет на ребёнка. Да, что-то с ними начинает происходить. Например, запрос, обратились там, мотивация к школе низкая, а начинаем разбираться. То ребёнку не до учёбы, он только переживает, там, жалеет маму, не знаю, там, конфликт, предразводная ситуация. И тогда работаем с супругами. То есть с одного сняли слои, идём к следующему, да, чтобы максимально все были с базовыми настройками, данными нам от природы. Это про внутреннюю опору психотерапия. И психотерапия – это, я бы сказала, что это фундамент вообще начала развития в жизни. Вот я считаю, что каждый человек, он должен развиваться. То есть он не должен стоять на одном месте, работать 40 лет на одной работе. То есть это всё про… Такой, как день сурка, да? Такая, про не очень счастливую жизнь. Человек, у него есть тяга к развитию, и когда он развивается, то он становится, во-первых, более счастливым, он приносит больше пользы этому миру. И если вот этого фундамента нет, устойчивого, то в развитие человек тоже не пойдёт. Он вот в своих зацикленных процессах крутится, крутится, надо жить вот так-то, надо там работать, тут там надо не высовываться и так далее, да. У меня, по ходу, родилось два вопроса, да. Что такое развитие, в твоём понимании? Потому что многие считают, развитие – это дальше сильнее, больше, круче, да. То есть там развитие – это успех, да. Кто-то там развитие – это духовность, в ту сторону. То есть тоже такое понятие очень неустойчивое, да. Что ты имеешь в виду, как ты говоришь, развитие, что человек развиваться должен. Ну, я сейчас, наверное, отвечу как бы с такой, с точки зрения профессии, да, развития. Вот человек взрослый, он уже приобрёл какую-то профессию, он в ней работает, и примерно лет 10 достаточно для того, чтобы этот человек стал экспертом в своей области. Считается, что это 10 лет. То есть, что этот человек уже приобрёл опыт, которым он может делиться. И, соответственно, здесь происходит такой тупик, да. Например, это, не знаю, стоматолог в голову мне сейчас пришло, да. Вот человек 10 лет, работает стоматологом, уже своя там база клиентов, понятное дело, да. Хороший специалист, любит свою работу и так далее. Но понимает, что он уже, да, подустает. Но выгорание в любой помогающей профессии, оно всё равно, если мы день за днём вот это вот, да, делаем одно и то же, то это выгорание наступает. И этот специалист понимает, я уже так много умею, ко мне все коллеги обращаются, приходят за советом. То есть, ну, новенький там, да, кто-то в клинике там работает, например, подходят молодые специалисты, а как вот здесь, а как вот здесь. И человек оказывает такое, да, как бы бесплатное такое образование. И, в общем-то, это получается сверхработы и так далее. А на самом деле, если эти знания структурировать, если он свой этот опыт сформирует во что-то... Упакует. Упакует как-то, да, систематизирует, то он сможет этот опыт уже передавать. Я не знаю, это может быть в виде книги, какой-то брошюры, например. Лекции, да? Лекции, да, отдельно это сделать. Получается, что это не урывками какими-то, а сделать это прям вот структурный, хороший такой материал в любом виде. Видео, да, книги, лекции, действительно. И тогда он приносит большую пользу. Но для того, чтобы ему это сделать, он должен развиваться. Получается, он 10 лет отработал, он мастер, он эксперт. Но для того, чтобы ему структурировать, научиться правильно эту книгу оформить вообще, или эту лекцию вести, он должен опять учиться. Новые навыки, получается. Стать новичком для того, чтобы расти дальше. И это такая история про гибкость мозга, да? Чтобы учиться, нам нужно стать опять ребёнком. Забыть, что я умный эксперт, и я всё знаю, да? И допустить, что я не знаю. И обратиться к другим экспертам, которые расскажут, как это сделать. Но здесь разные есть варианты. Здесь действительно некоторые просто обращаются к специалистам, которые всё выгрузил, какие-то знания, они там сами собрали. Но самый крутой эффект – это когда эксперт сам всё-таки разобрался, потому что никто, кроме эксперта, не сделает так круто, как он это видит. Потому что это его продукт, это его какое-то творение. И лучше, когда он это создаст сам. А человек не растёт, мне кажется, только по одной причине. Это как раз из-за того, что много стереотипов, блоков различных внутри страхов, страх проявления. Потому что советское воспитание, оно очень интересное. Будь как все, не высовывайся, да, и так далее. И из-за этого многие, я бы даже сказала, занимают чужое место. Когда пришёл бы уже новый молодой специалист, которому набираться опыта. А тот, кто уже с опытом, должен передавать этот опыт. То есть выйти на следующую ступень. Маш, а что тогда? Вот второй, возвращаясь, у меня было два вопроса про развитие. Я поняла, а что тогда может быть опорой? Ты говоришь, опора, фундамент для развития. Что может быть этой внутренней опорой? Это когда человек как раз разобрался со своими установками, травмами, блоками и так далее. Убрал всё лишнее. Я это называю, вообще это в методологии называется почистить полочки. В голове навести порядок, структурировать. Там у нас очень много хлама. Там даже бывают тухлые огурцы в банке с военных времён находятся. Если это привести всё в порядок, то будет, я бы сказала, даже мощный прорыв вперёд. Потому что тогда человек, получается, становится чистым, он раскрывается как индивидуальность, он начинает развивать своё мастерство. То есть ему ничего не мешает. Ему ничего не мешает стать полезным этому миру. В большей степени, конечно, он и до этого полезен. Слушай, и плюс помогает. У меня сейчас родилась такая метафора, когда ты говоришь про полочки, про огурцы, погреб. Когда там всё в порядке, да, нет плесени, и лежат нужные только тебе продукты, ты всегда знаешь, у меня там есть запас. Так же про здоровье, да, если про организм. Вот мы, да, что если в моём животике всё в порядке в организме, то и здоровье будет хорошее. Так, да, и здесь. То же самое в голове. Следующий вопрос у меня именно про наш город. Как ты думаешь, с какими проблемами чаще всего сталкиваются именно рязанцы? То есть отличается ли это как-то от других городов? Есть, наверное, только один отличный другой город. Это Москва, где всё, конечно, развивается вперёд, быстрее, интереснее, активнее. А проблемы, которые, наверное, чаще с которыми ко мне обращаются, это низкая мотивация к учёбе. Вот это такой самый частый, пожалуй, запрос. Независимо от возраста школьника или есть какой-то вот? Ну, начиная, может, с четвёртого класса. То есть это либо конец начальной школы, ну и плюс к подростковому возрасту. Да, подростковый возраст – это тоже часто. Ещё, конечно, поменьше процент, но тоже много, когда ребёнок не хочет идти в школу. То есть он должен идти в первый класс, но он уже не хочет. То есть на начальном, на самом деле. Да, да, и отказывается, бунтует, там уроки делает. То есть получается, а в Москве по-другому? То есть там меньше проблем с мотивацией? Ну вот то, что я последнее сказала про первый класс, это, наверное, немножко отдельно. Здесь это происходит из-за того, что ребёнок уже не хочет учиться. То есть его уже заучили, да, у него, у дошкольника преобладает игровая деятельность, а его уже много сажали за уроки, за развивайки, за занятия. Он уже прошёл всю школу. Он уже не хочет, да, ему это не нравится. Вот. Мы поэтому больше поговорим про второй вариант. Второй вариант – это когда мотивация падает непосредственно в школе. То есть ребёнок пошёл в школу, учился-учился, потом... Учился-учился, да. А где-то в среднем звене там, да, переход от начальной школы в среднее звено, где появляется больше педагогов. В начальной школе, если с педагогом у ребёнка складываются хорошие взаимоотношения, то, в общем-то, там особых проблем нет. Если вот с педагогом на одной волне, в среднем звене, когда появляется много педагогов, вот здесь бывает уже много сложностей. Сложности с какими-то определёнными предметами, с которыми плохие отношения с педагогом. То есть именно не сам предмет, например, «я не понимаю математику», а то есть отношения с тем, кто ведёт этот предмет, так? Очень интересная фраза «я не понимаю математику». Очень часто я не понимаю математику как раз потому, что я не могу слушать этого педагога. Как быть? Здесь можно говорить про педагогов, а можно говорить про мотивацию. В терапии с такими детьми, например, подросток, который плохо занимается по той же математике, у него сложные отношения с педагогом. То в терапии с этим подростком мы работаем про то, что есть предмет, который нужен для ребёнка, который нужно сдавать. Особенно математика – это необходимый предмет для поступления вообще куда-либо, да? Это основной предмет. И есть педагог как отдельная личность со своим характером, со своим настроением, да? И с ребёнком, конечно, мы учимся это разделять. Отделять личность педагога, чтобы он не принимал на свой счёт и не ранился. Особенно если педагог действительно такой либо очень строгий, либо очень кричащий, да? Некоторым детям здесь сложно. И сложно причём тем детям, которые или вообще не привыкли к крику, и у них дома вообще всё тихо, и для них это просто шок, когда кричат в принципе на кого-то. Или эти дети, у которых дома тоже кричат, и тогда они в лице этого педагога видят родителей, сразу пробочки в ушки втыкаются, и уже не слышу ни предмет, ни тему, ничего не слышу. То есть стена. То есть имеется в виду, это не пробочки, что она осознанно не слышит, там, всё, я не хочу слышать, а это просто автоматически он выключается. Автоматически, да, здесь сознательно выключается, и да. Да, и такие цепочки интересные бывают, прослеживаем. Когда дети говорят потом, да, правда, это похоже на мою маму. Например, да, моя мама тоже так кричит. И что ты тогда делаешь? Ничего, наушники или там дверь в комнату закрыл, да. А если в принципе пропала мотивация к учёбе вообще, то есть не какой-то конкретный предмет, да, а у ребёнка, я ничего не хочу, вот вообще-то. Хожу туда, не хожу, ну, неинтересно. И родители же с этим тоже, они постоянно борются. Ну как же учиться, это же вот там пытаются мотивировать. То, что я сейчас скажу, надеюсь, что и ты меня услышишь, и те, кто будут слушать, меня услышат. Представим такую ситуацию. Семья, родители работают. Оба, например, и папа, и мама. Вечером приходят с работы, и каждый вечер одна и та же картина. Мама папе, папа маме, или мама звонит ещё бабушке там, говорят о том, как задолбал этот начальник, как там вообще я ненавижу свою работу, как там сложно, как я устала, и там и денег не платят, да, или ещё что-то. То есть родители, сами все замученные, недовольные своей жизнью. И этот ребёнок сидит и думает, я не хочу быть взрослым. А зачем мне учиться, я так не хочу, чтобы вот так работать, чтобы вот так жить? Зачем мне это? И у него падает мотивация. Потому что мотивация к учебной деятельности – это вообще не про учёбу. Это вообще не про учёбу. Это про мотивацию к развитию. Это когда личность хочет развиваться, она хочет принести что-то в этот мир. Получить знания, чтобы потом что-то создать. Конечно. Чтобы, да, чтобы что-то в этот мир принести, чтобы творить. А если постоянно обрывают, да, как бы, там, а что четыре, не пять? Вот эти такие, да, интересные вещи. Ты же можешь лучше. Получается, я всё время не до. В какой-то момент, это тоже вот одна из причин, ребёнок, да уже, ну, если я всё время и так не до, что я буду стараться? Да не буду я уже стараться. А может быть, проблемой мотивации к учёбе, наоборот, отсутствие интереса родителей, и с ним вообще всё равно. Ну, ходишь ты, ходишь там в школу. Таких запросов очень мало. Да. Таких запросов как раз намного меньше. Почему? Потому что ребёнок, который... Действительно школа, потому что это ответственность ребёнка. Это, в общем-то, его территория, и учиться он должен сам хотеть. Пока родители держат это под контролем, где-то в классе первом уже нужно постепенно отходить. Где-то вначале помогаем ребёнку вообще в этот режим войти, там собирать как портфель, да, вот домашние задания. Прям первые полгода, может быть. Потом от этого надо отходить. Если вовремя от этого не отойти, вот родители, которые держат под контролем, даже подростков задания проверяют, там электронный этот журнал, всё там мониторят. Пока этот контроль от родителей есть, то и ответственность за учёбу, она получается на родителей. Ребёнок расслабляется, говорит, всё, сейчас у меня проконтролируют, да, всё равно меня сейчас придут, начнут спрашивать, проверять. То есть у него нет внутренней мотивации. Она получается, это нужно родителям. Это их мотивация, это их ответственность, их контроль. А вот как раз те родители, которые туда не включены, здесь всё происходит гораздо лучше. Этот ребёнок сам регулирует. Где-то, да, у него могут быть такие же проблемы. Там вот здесь с педагогом сложные отношения, ребёнок, ну, как-то похуже учится по этому предмету, да, пускай по-другому лучше. А где-то он там постарше стал, понял, кем он хочет стать, то он подтянет и тот предмет, где там даже было похуже. То есть он начинает регулировать. Взрослая жизнь, вообще-то, это когда я сам ей управляю, и ребёнок должен этому учиться. И получается, появляется мотивация. То есть смотри, если я правильно тебя... Именно свои цели появляются. Из них мотивация рождается. Что мне нужно для этого? То есть мотивация, что потому что мама хочет, так себе мотивация. Это мотивация. То есть смотри, если я тебя правильно поняла, то одна из задач родителей по работе с мотивацией, если они видят, что ребёнок не хочет учиться, это собственный пример, правильно? Да. То есть маму показывать, мне интересна эта жизнь. Да, когда есть свои хобби какие-то, тут же увлечения. Вот я учился, учился, и вот смотри, у меня какая классная, интересная жизнь. И второе – это отдать ответственность ребёнку за учёбу. Да. Но нужно отдать так, чтобы он её взял. Это же не про вседозволенность – делать там, что хочешь, да? Потому что когда родители обращаются уже в подростковом возрасте… Ну, это после тринадцати или старше? Нет, пораньше. А пораньше? Я бы сказала, что у девочек подросткового возраста уже где-то и одиннадцать. А есть ещё такое понятие, как предподростковый, когда уже начинаются какие-то такие, да, звоночки, настроение как-то меняется, какая-то такая вот агрессия появляется, и желание учиться потихоньку снижается уже, да? Это ещё до подросткового возраста так может начинаться. Здесь уже бывает сложнее сразу. Родители, например, пришли на консультацию, и я им рассказала про эту ответственность. И родители такие – всё, школа – это твоя ответственность, мы туда больше, да, вообще не заглядываем, электронный журнал, мы себя удаляем. Да, и ребёнок раз, и получается, он как брошенный. То есть он не привык же, это же тогда нужно уже постепенно, у него, получается, всё, он скатывается в двойки, то есть, да, вот этот резкий такой, тут был полный контроль, то есть из одной крайности в другую получается. Так тоже нехорошо, да? И здесь тогда нужно, чтобы эту ответственность он взял. Для этого постепенно. Это надо садиться, давай с тобой поговорим о режиме, давай с тобой договоримся, да, там, как всё это происходит. То есть помимо правил для ребёнка, у ребёнка должны быть права. Вот когда в доме у ребёнка есть права, он, в общем-то, и родители хорошо слышит, и правила выполняет тоже хорошо. Здесь такой баланс, да, когда меня видят как личность, уважают мои интересы, тогда и я готов иногда делать то, что надо, но не хочу. Потому что школа – это всё-таки чаще про надо. Сама система образования у нас. Потому что мы не всегда бываем в ресурсе, и так же идти на работу, на учёбу, ещё что-то. И вот из этого надо. Очень здорово прийти к тому, когда можно жить из своего «хочу». И всё-таки, чтобы меньше было, вот этого надо. Так можно? Ну, можно. Можно, конечно, когда мы берём на себя ответственность, например, вообще заводим ребёнка. Там очень много надо. Там же не можешь сказать себе, я буду лежать целый день, да, пусть он там голодный, не знаю, ползает, да. То есть, но это, опять же, осознанный выбор. Завести ребёнка – это значит, получается, это всё равно из «хочу». Я хотела ребёнка, и поэтому мне надо, да, его воспитывать. Надо вкладываться в него. Должно перед «надо» быть «хочу». Я хочу поступить в МГУ, поэтому мне надо учить математику. Вот опять мотивация, да, и у детей, да, из «хочу». Да, из «хочу». Из «хочу», да. Как учителя влияют на этот процесс? То есть, это всё-таки есть в этом процессе как бы три части. Родитель, ребёнок, учитель. Да? Какие задачи учителя? Есть педагоги, есть родители. И вот у них очень разные функции. Они выполняют по отношению к воспитанию ребёнка. А кто такие педагоги для ребёнка? Это те, кто должны оценивать. У них работа такая. Ну, желательно, конечно, ещё справедливо, да? Но они должны оценивать. Вася, у тебя тут грязно в тетради, там, три. Должны быть критерии, да? Да, Катенька, старайся тут. У тебя там пятёрка выходит. То есть, они прям должны оценивать действия, результат ребёнка. Их работа такая. Мало кто заглянет поглубже из педагогов, там, у тебя что-то случилось или что-то. Но их 30 человек в классе, да? То есть, это не их обязанности. Их задача как раз оценивать результат деятельности. Прошли новую тему, там, написали контрольный, вот он результат. Есть оценки. Педагог, его задача замотивировать в каком плане детей? Чтобы его предмет стал интересным, чтобы он уважительно как-то с ними интересно разговаривал, да? Чтобы, может быть, что-то интерактивное добавлял в образовательный процесс. Как-то интересная подача. Но он должен оценивать. Там ребёнок именно должен стремиться к результату. И здесь полностью, ну, как бы ответственность педагога в том плане, насколько интересно он может... Подать свой предмет? Подать свой предмет. Выложиться на свои, да, 100%, чтобы было интересно. Конечно, он не может всех сделать там отличниками, потому что способности разные, интерес разный. Не все там любят, да, этот предмет, не у всех есть к нему интерес. Но, тем не менее, да, мы возвращаемся. Это про оценивание. Кто такой родитель для ребёнка? Это тот, кто должен любить ребёнка безусловно. То есть без условий. А без условий – это значит, не что ты сегодня получил в школе, потому что это уже оценочный подход. Как твой результат, ты называешь. Какой у тебя результат, и я тебе выдам реакцию, да, на это, на твой результат? Четвёрка. А чё четыре, а не пять-то? Мы вчера столько с тобой до 12 ночи сидели, а у тебя четвёрка, да? Безусловная любовь – это когда я тебя принимаю с любыми оценками, с любыми ошибками. И чем... Хуже хочется, не знаю, на какое слово подобрать. Чем сложнее у ребёнка ошибка, чем больше у него какой-то неуспех, тем больше ему нужна любовь в родителей, а не критика. Если родитель тоже оценивает, проверяет эти тетради, грязно написал, вырывает лист, часто такое бывает, давай переписывай, то получается, что вокруг ребёнка одни учителя. И все от него что-то хотят, чтобы он стал каким-то, каким он, видимо, не является, да? И тогда вот она опора, про которую мы говорили, в общем-то. Опора, которая формируется без психотерапии, вот этот фундамент, он формируется при, безусловно, любящих родителях, которые принимают. Вот, и когда ребёнок идёт домой с этой же двойкой, сам виноват, например, сам не сделал, тут по-разному. Бывает, там не знал, что-то голова болела. Разные причины, но он идёт с двойкой. И когда он знает, что у него дома, его поддержат, поймут, и что там безопасно, он, наоборот, поделится, не знаю, поплачет, ещё что-то, то с этим ребёнком всё будет в жизни хорошо. Он будет понимать, что есть трудности, бывают какие-то неудачи, и он не боится трудностей, да? То есть этот человек как раз пойдёт в развитие хорошо. Потому что он понимает, что ничего, на каком-то этапе какая-то трудность. Он скажет, так бывает, и он всё равно что-то исправит, там, подучит, не знаю, пойдёт дальше, да? А ребёнок, который боится наказания, и дом является исправительной колонией, то есть ребёнок идёт с двойкой, а дома его ждёт за это лишение гаджета там на месяц, например, лишение выходных, не пойдём в кафе, ну, любые наказания, у кого даже физические наказания, ну, то здесь просто караул. Вот, кстати, подростковый суицид – это про это. Это когда ребёнок из школы вышел, а там всё плохо, например, плохой день, и там может быть всё что угодно, могут быть и двойки, буллинг, да, травят, что-то поругался, не знаю, с другом, с подругой, и дома не пойду, за это мне влетит, например, да, и что-то случилось. Идти некуда, здесь и сейчас я не хочу жить. То есть если у взрослых это долгий процесс, это там депрессия, это долгий такой путь, то у ребёнка он вчера мог радоваться бегать, прыгать, играть в футбол, а сегодня прям раз и всё. Маш, про буллинг. Интересная тема такая, да. Буллинг, он же ведь может начинаться не только с одноклассников, не с таких же, с равных, да, например, с учителей. Может такое быть? Вообще класс – очень интересная система. В класс дети, они же никак не подбираются в плане… Вот мы друг к другу подходим, да, их не подбирают в плане интересов или ещё чего-то. Класс формируется по месту жительства. И туда попадают разные дети, да. И бывают и полненькие, и там и в очках, кто-то заикает. С разных детки, с разных плюс семей. У кого-то мама одна воспитывает, у кого-то там ещё что-то, да. Ну вот прям все разные, разные, разные. Ну и, соответственно, и травмы тоже, да, различные, разные. Задача педагога начальной школы, главная задача вообще педагога начальной школы – это сплотить коллектив. Это самая основная задача. И вот если этого не происходит, этот класс, он неуспешен. Весь класс, мы говорим, как организм, весь класс. Почему? Потому что что там происходит в этом классе дальше? Например, ребёнок болел какой-то, приходит в какой-то день, а тут контрольная, там, не знал или ещё что-то. Когда класс дружный, ему помогут. Или что-то не знал, задание не сделал, а учитель строгий, ему всё равно болел ты или не болел. Да, вот разные ситуации, ребёнку нужна помощь. Может даже быстро списать что-то, да, вот там, помогите, дайте задание. Даже очень часто бывает, что есть вот у детей, у класса свой чат, и когда ребёнок болеет и пишет, напишите мне задание, ему пишут специально не то задание, чтобы потом в классе посмеяться. Это про недружный класс. То есть страдает вся система. Те же детки разные, и границы у всех разные правила. Чаще всего начинают смеяться над тем, кто отличается. Ну, как я говорила, уже полненькие, в очках, там, заикается, ещё что-то, то есть непосредственно какие-то такие заметные. Или, в принципе, отличается, ну, не знаю, восприятием. Там, может быть, даже менталитетом, это, может быть, с ближнего зарубежья, да, вот детишки тоже попадают, они там, может, по-русски плохо говорят, ещё что-то. То есть ребёнок... Я, например, да, из своего опыта сталкиваюсь с тем, что есть дети, да, которые сейчас не играют в телефон, не могут читать книжки на переменах. Да, такие тоже попадают. Да, вышли из такой семьи, у них так принято, им так нормы, хорошо, но попадая в класс, они видят, что всё по-другому и тоже отличаются. Да, то есть может попасть в любой ребёнок, который отличается. И задача педагога – пресекать. Пресекать. То есть, например, так, мы все разные, полностью пресекать любые смешки. Если педагог вешает какой-то ярлык сам, например, там, ты балбес, да что ж ты, когда же ты уже сделаешь, или ещё что-то. То есть это происходит при классе и с какой-то регулярностью постоянно. То класс, конечно, тоже посчитает для себя нормой начать подсмеиваться над этим ребёнком. Хотя он, условно, там, не очень, например, соображает по какому-то предмету, и вроде бы учитель с этой позиции говорит, а класс – это же дети. Они начинают, в принципе, считать, что над ним можно смеяться. Раз педагог его как-то, тем более, если обзывает, это прям очень грустно. Вот, поэтому главная задача педагога – это пресекать любые оскорбления, это вводить правила в классе. Например, с теми же телефонами очень много, часто педагоги звонят родителям, но это я родители, да, как бы тоже знаю, что вот ваш ребёнок всё время сидит на перемене в телефоне. А при чём здесь родитель? Ну, во-первых, точно я уверена, что не один ребёнок сидит, а, скорее всего, большинство. Родитель что должен сделать? То есть родителя в школе нет, да, телефон не давать совсем, но это опасно, многие проверяют, если это начальная школа особенно, там, ты дошёл до дома, ещё что-то, ну, мало ли что-то случится. Это невозможно проконтролировать. Получается, либо родитель дома должен стать опять тираном и какое-то наказание вынести, но это опять не про безопасность, да? Поэтому то, что происходит в школе, должны формироваться правила в классе. Педагог должен придумать, это вот тоже про гибкость, да, как мы здесь организуем какой-то порядок, какие-то правила, то есть что мы сделаем. Это может быть общешкольные какие-то правила, или правила именно в этом классе, когда классный руководитель принимает, что, например, все телефоны у нас, я не знаю, выключаются и сдаются, кладутся в коробочку. И если нужно вдруг маме позвонить, что-то случилось, ещё что-то, то подходишь к учителю, и он там даёт, например, для звонка. То есть это могут быть разные варианты, но это нужно вести так, чтобы это работало для всех в классе. А когда педагог звонит родителю и жалуется, то педагог оказывает очень нехорошую услугу семье. Вот, и вот эта вот цепочка получается, да, воспитаете своего ребёнка, вот он там что-то весь в телефоне, да, родители и так, уставший на работнику, куча обязанностей, ах ты балбес, да, и пошёл вот этот вот... А родитель наказывает тоже по одной причине. Он хочет, ему всё равно сидит там ребёнок в телефоне или нет, он хочет, чтобы ему не звонил педагог. Почему? Потому что стыдно. Когда звонит педагог и начинает отчитывать родителя, получается, родители попадают в детскую позицию. Там очень некомфортно взрослому человеку. И, в общем-то, педагог не имеет права так делать, потому что здесь все взрослые, здесь у каждого свои функции. Родитель, он должен любить и принимать, и жалеть, а школа – это школа, там должны быть свои правила. Правила, рамки, которые нужно соблюдать. Да, это очень важно разделять. И родителей подключать нужно только в исключительных случаях. Если что-то с ребёнком действительно происходит, педагог видит, что что-то вообще там не очень. Что выходит за рамки именно школьных правил каких-то. Да, что что-то с ним происходит. Всё остальное нужно решать внутри школы. Какие у тебя есть советы, лайфхаки для родителей? Как не сойти с ума во время обучения? Пока в первый класс отдали. Потом там одни экзамены ОГЭ, ЕГЭ. То есть постоянное напряжение какое-то родители. Как себя поддержать, как правильно себя вести? Может быть, есть у тебя какой-то перечень советов универсальных таких? Ну, точно не брать на себя ответственность за школу. Это не ваша школа. Ребёнка, да, обучение поддерживать. Чем сложнее ситуация, тем больше нужна поддержка. Родитель должен подключаться, когда он видит, что ребёнок действительно прям не понимает предмет. И тогда нужен репетитор. То есть тогда нужно не наказание, опять же, а помощь. Тогда нужно что-то с этим делать. И как-то помочь. Подобрать уже репетитор, с которым ребёнку будет интересно. А точно что родителю не нужно делать, это вступать в коалицию с педагогом против ребёнка. Когда педагог на регулярной основе звонит, жалуется, родитель идёт, наказывает, вот эту миссию выполняет. Здесь прям про невроз. Очень много таких детей, которые... Вот эта цепочка работает. С педагогом нужно... Наверное, в первую очередь нужно разбираться с собой. Вот как раз разобраться с этими правилами, с границами. И когда кто-то звонит и жалуется, и что-то, понимать, как нужно отвечать. Есть современные уже родители, такие молодцы. Они когда приходят в первый класс на первое родительское собрание, и учитель там говорит, вы должны делать там уроки, что-то. Они говорят, так, я уроки делать со своим ребёнком не буду. Как он делает сам, так и делает. Это его ответственность. Уже есть такие родители, которые полностью себя уже от этого ограждают. Нет, конечно, если ребёнок подходит, ему нужна помощь. Здесь они, да, но сами туда вот с этим контролем, что ты получил, грязь не грязь, да, вот это вот туда не лезут. И таким родителям, кстати, в педагоге не звонят. Потому что они знают, что они получат какой ответ? Родитель отдаст им ответственность. Это школьные ваши дела. Больше хвалите моего ребёнка. Может быть, он лучше будет учиться, да, не ругайте. Слушай, это ведь очень классная практика, да, хвалить даже тогда, когда ещё... За что я его буду хвалить? Это причём не только учителя, это родители. За что я его буду хвалить? Да, ну, это работает. Самый классный здесь, наверное, совет для родителей в плане вот как хвалить, это говорить такую фразу «ты можешь с собой гордиться». Вместо... Не я тобой горжусь. Да, вместо «я тобой горжусь». Потому что здесь, получается, для мамы или для папы, для нас, да, мы тобой гордимся, стань гордостью нашей семьи. И здесь всё про надо. Я должен соответствовать ожиданиям, да. А когда это твой результат, ты можешь с собой гордиться. И когда эта фраза часто звучит, ребёнок раз, погордился, два, они потом такие, да, спинка выпрямляется, и вот появляется мотивация к учёбе. Почему? Потому что с собой гордиться очень приятно. Да. И ребёнка просыпается, какое-то внутреннее такое желание, драйв, энергия начинает идти. Я ещё хочу везде гордиться с собой. Да. У меня такое произошло уже в институте, уже на психологии. То есть я уже, будучи взрослой, туда пошла. И в школе тройки были, разные тоже оценки, советские педагоги и так далее. И когда я попала в институт, и на первом курсе были очень интересные педагоги по философии, по-моему, старенький такой, но они с такой душой вот всё это ведут, сам философия вообще такой предмет. И вот первая пятёрка у меня была по философии. Я, боже мой, а надо было сделать один реферат? А я что-то не могла выбрать тему, мне вот две темы понравились. Я же с двумя рефераторами с этим подхожу отвечать. А ему так, я вижу, ему это очень приятно. И у меня такая прям жирная такая пятёрка в зачётке. И я после этой пятёрки поняла, что я хочу все пятёрки. И в итоге два красных диплома. То есть вот во взрослом возрасте я поняла, что учиться – это здорово. Ну, теперь учусь, учусь, учусь. Теперь не могу остановиться. Но это правда, это очень такое... Это отдельный вид удовольствия. Получать знания. Это отдельный вид удовольствия, да. И поэтому здесь нет какой-то остановки. Не должно быть. Маш, тогда про родителей мы поговорили. А учителя, что им ты посоветуешь? Ну, тоже развиваться. Развивать какую-то гибкость, креативность. И, наверное, подумать и обязательно в свою жизнь добавлять много ресурсов. Вообще, когда мы работаем с людьми, с детьми, помогающие вот профессии, образовательные профессии, они очень такие выгорательные, да. И очень важно заботиться о себе. И когда у человека дома всё хорошо, он вряд ли с утра придёт с плохим настроением в школу и начнёт там кричать, и сразу двойки всем, да, прям с первого урока ставить. Очень важно любить детей. И если чувствуете, что уже, может быть, да, есть усталость, нет сил, то тут скорее нужно думать, как сокращать практику, может быть, да, переходить в репетиторство, больше отдыхать. То есть обязательно нужно восстанавливаться. Обязательно. У меня одна знакомая педагог. У меня мама педагог с 25-летним стажем, учитель начальных классов, да. Но она прям 25 лет и вот ушла. И её подруга, тоже коллега, она сказала, когда я поняла, что дети перестали со мной обниматься, знаете, когда учителя любят, да, с ним всё время дети облепят на перемене и так далее. Она говорит, я поняла, что мне пора уходить. Но она уже в возрасте была, да. Она говорит, то есть вот этого контакта уже такого нет. И детям очень... Всё-таки вот не должна быть такая большая пропасть в возрасте. Если родители видят, что нужна помощь, да, им, ребёнку, вот в этой ситуации какой-то школьной, есть ли какая-то бесплатная помощь для детей, родителей? Куда они могут обратиться? У нас есть центр «Семья и дети», по-моему, называется. Бесплатная помощь, она носит консультативный характер. Она есть и у меня, и даже она есть, присутствует в частных клиниках, которые платные. Это, как правило, первый вот этот приём. Он длится где-то полчаса. Где, если какая-то проблема, то можно пообщаться со специалистом и как раз понять, что делать дальше. Ну, это такая консультативная, да, как бы такая помощь. Идти дальше в работу, да, какая помощь нужна. Как я говорила в самом начале, что бывает, что запрос вроде бы один, но он на самом деле не про это, и надо идти каким-то другим путём. У большинства специалистов вот этот бесплатный первичный приём, он есть, чтобы понять, мой клиент не мой, подхожу ли я им, могу ли я вообще им помочь. И после этого уже, да, понимать, какой специалист нужен. Не всегда это бывает и психолог, бывает нужен психиатр. Сначала, чтобы, да, исключить какие-то уже патологии, нарушения серьёзные. Или это терапевтическая работа. Терапевтическая работа уже, конечно, платная, потому что терапевтическая деятельность, она очень финансово затратная в плане обучения. Ну, сама знаешь тоже. Вот, потому что... Потому что, опять, да, мы про развитие, что специалист вкладывается в своё развитие. Да, и она достаточно стоит больших денег, и поэтому терапевтическая помощь её государственные учреждения, как правило, не оказывают. Этот специалист, либо он тогда в частном порядке как-то... То есть это как экстренная, да, консультация? Да, это экстренная, вообще понять, что делать с этим, вообще куда двигаться, и нужна ли вообще помощь, или это всё нормально. Бывает, многие родители паникуют, а тут просто подростковый возраст подошёл. Да, просто всё норм, всё окей. И, в общем-то, иногда достаточно почитать Петрановскую. Не всегда, что нужно прям идти к каким-то специалистам. И у меня последний вопрос. Да, мы много сегодня, у нас такой красной нитью, через весь диалог с тобой идёт тема развития, да? А твои планы на дальнейшее развитие? Какая у тебя цель дальше? В профессии или, может быть, не в профессии, да? У меня все профессии взаимосвязаны, потому что это, наверное, про какое-то общее развитие. Мне всё интересно, и оно всё как-то действительно взаимосвязано, и всё соприкасается. То есть обучение психологии, оно точно помогает мне в художественной части. Почему? Потому что это же про другой уровень осознанности, да, глубины, понимания чего-то. Соответственно, и в творчестве это тоже проявляется. В психологии полезно тоже всё, как выяснилось. Я недавно отучилась на методолога, и очень есть интересная наука, андрогогика, в которую сейчас я погрузилась. Это обучение взрослых, не детей, а как обучаются взрослые, чтобы как раз грамотно им, да, передавать. И я поняла, что мне это помогает в психологии, в консультациях с родителями, потому что, конечно, до них достучаться сложнее. То есть оно всё взаимосвязано, и сейчас мои главные, наверное, цели, планы ближайшие, про мечты не буду, пусть я не по кому-то мечтаю озвучивать. А сейчас реальные планы – это структурировать и выгрузить те знания, которые уже есть, чтобы как раз освобождать место для нового. Также мне интересно писательство, потому что сейчас я это выгружаю для того, чтобы это грамотно, интересно подать. Нужны навыки писательства. Получается, это такой безотрывный у тебя процесс, да? Не какая-то там, хоп, где-то точка далеко, цель, да? А вот он движется, движется. То есть у тебя точка развития, потом выгрузил новые навыки. Скорее, да, исследователь и создатель. То есть мне важно всё изучить, чтобы понять, что я могу создать. Я не могу работать в чьём-то методе в одном. Я изучаю, формирую что-то своё. У меня сильно развито критическое мышление. У меня как раз с гибкостью и совсем сильно развито. И поэтому я, скорее, да, создатель, и мне важно изучить всё со всех сторон. Поэтому внутренний мир, как у нас есть правое и левое полушария, одно творческое, одно такое рациональное. И вот сейчас, когда уже про себя, про внутренний мир, у меня не осталось вопросов, скажем так, мало здесь уже каких-то вопросов, кроме философских вопросов жизни и смерти, наверное, остальные вопросы для меня закрыты. Мне сейчас больше интересна материальная составляющая второй полушария. Как устроен этот мир, как он взаимодействует, в том числе в плане коммуникаций, бизнесов различных и так далее. То есть, да, такой на уровне корпораций коммуникация. И вот расширяться. Всё шире, 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 да. Всё шире, и всё интересно. Всё хочется успеть. Маша, спасибо тебе большое, что ты пришла. Очень ценный был с тобой разговор. И вот, знаешь, вот эта фраза, я надеюсь, её запомню не только я, что ты можешь гордиться собой. Я её беру себе. Да, ещё ты достаточно хорош для этого мира. Вау. Ну вот, понимаешь, вот про гордость, она попала. Ты можешь гордиться собой, и это вот прям всё. В меня попало точно, вот, беру, буду использовать. Вот. Спасибо тебе большое. Тебе спасибо, что пригласила. И помните, творить чувство – величайшее искусство. Субтитры подогнал «Симон»!